Ой, недавно в такую историю попала. Еду за рулём в своей машине, притормозила на светофоре. Рядом мужичок в «Шевроле», тоже притормозил. Открыл окно, смотрит на меня. Ну, стою на светофоре, делать нечего. Я ему говорю, мужчина, вообще осторожнее ездить надо. Вы чуть не задели моё боковое зеркало. Сразу видно, купили права. Чё молчите-то? Он говорит, слова подбираю. Цензурные. Вот, подобрал фразу великого академика Павлова. Мозги не видны, но их отсутствие заметно. Я говорю, правильно говорят. У нас в России две проблемы – дураки и дороги. Он парирует. Ну, дураками-то у нас всё больше прикидывается. Вон, даже в сказках. Иванушка, как жениться, так царевич, как в армию, так дурачок. Я говорю, слушайте, у меня от ваших шуточек уже глаза режут. Прощайте. И уехала на зелёный. На втором светофоре мы опять рядом. Он подъезжает уже другим тоном. Говорит, девушка, давайте не будем ссориться. Тем более, что сегодня большой всенародный праздник. Пятница. А у нас с вами двойной праздник. Потому что пока вы мне грубили, я, кажется, успела в вас влюбиться. И готов скоропостижно предложить вам руку и сердце. Я говорю, ха-а-а, руку и сердце. Зачем мне этот ваш суповой набор? И уехала на зелёный. На третьем светофоре мы опять рядом. Он подъезжает, говорит, скажите честно, вы меня ждали? Я говорю, ещё чего. Как говорила Белоснежка, держите меня семеро. Он говорит, напрасно. Потому что я не женат и абсолютно свободен. Я говорю, абсолютно свободен, бывает только тот, кто нафиг никому не нужен. Потом присмотрелась к нему, говорю, а вы действительно свободны? Или женаты, но не очень? Он говорит, подождите, вас не поймёшь. Вы же только что категорически мне отказали. Я говорю, да. Я вам отказала категорически, но не наотрез. Он говорит, и правильно. Потому что я сейчас в самом лучшем возрасте. Дурь прошла, а маразм ещё не наступил. Я рассмеялась, говорю, зелёный. Как говорила Анна Каренина, до скорого. И поехала. Смотрю в зеркало, он едет за мной. Я направо, он направо. Я налево, он налево. Я заехала во двор, он за мной. Вышел из машины, говорит, девушка, девушка, ну куда вы уходите? Ну, я из-за вас не туда поверну, в какой-то двор. О, кстати, здесь ресторанчик. Может быть, зайдём, выпьем по чашечке кофе. Мы же с вами столько знакомы, столько пережили светофор. Я бы заодно за вами приударил. Я ему говорю, ну что ж, приударите. Зашли, сели. Он говорит, кстати, как вас зовут? Я говорю, Генриетто. Он говорит, красивое имя. Я говорю, вы ещё не слышали номер моего телефона? Между прочим, из-за того, что я каждое утро в одном купальнике выхожу на свой балкон делать зарядку, в доме напротив подорожали квартиры. Он говорит, прекрасно, что будем пить? Я говорю, то же, что и вы. Он говорит, бармен, два бокала шампанского. Я говорю, мне тоже два. Он на меня прям залюбовался. Говорит, ой, вы такая интересная, задорная. К тому же, по-моему, и умная, кстати. Говорит, я тоже умён не по годам. Я ещё в детстве, когда фильм про Маугли смотрел, всё время удивлялся, где этот Маугли в джунглях нашёл трусы. Я говорю, ой, да вы сегодня в ударе. Обо что-то ударились? Он говорит, понимаете, над женщиной надо виться шмелём. И с каждым кругом всё шмелее и шмелее. Кстати, говорит, какой камень вас оберегает? Я говорю, какой схватил, а тот и оберегает. Я говорю, а вот вы знаете, почему Бог сначала создал мужчину, а потом женщину? Он говорит, нет, не знаю. Я говорю, потому что вначале делается набросок, а уже потом шедевр. А он говорит, согласен с вами. Женщина должна быть как мёд, с одной стороны мягкая и сладкая, с другой влип, так влип. Я говорю, вы знаете, мне кажется, что вы часто влюбляетесь и не знаете, что такое настоящая любовь. Вот раньше у мужчин был девиз, пришёл, увидел, победил. Сейчас он звучит так, попытался, испугался, убежал. Он говорит, сочувствую, вы, наверное, в разводе. Я говорю, да, в разводе. Мой бывший муж был в группе со мной. Я как-то ему говорю, дорогой, я сегодня после шести поела, поругай меня. А он мне говорит, сгори со стыда, чудовище жирное. При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала всё остальное. Он говорит, ну а из-за чего вы развелись-то? Я говорю, ах, банальная история. Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. Зашла на кухню, точно, весь компот выпили. Пошла к подруге, пожаловаться за жизнь. Ржали с ней до утра. Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрел на себя в зеркало, думаю, нет, потерял. Потому что женщина не спирт, разведённая слабее не становится. Эх, говорю, с мужиками, как с котами. Мечтаешь о британце или сфинксе, а идёшь по улице и оп, и вот уже тащишь домой тощенького блохастиха. У меня подружка Танька, 15 лет замужем, живёт всё время в стрессе. Недавно муж ей звонит, говорит, «Дорогая, я сегодня домой ночевать не приду. Мы тут у Васи в проферан сыграем». Она поворачивается, говорит, «Вась, слышь, они у тебя в проферан сыграют». Он меня спрашивает, «А вы готовить-то умеете?» Я говорю, «Конечно». Я очень вкусно режу колбасу. Я же говорю, красавица. Ой, недавно на себя в зеркальце посмотрела и спрашиваю, «В зеркальце? Кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Так представляете, эта сволочь три дня перечисляла». Ой, вокруг меня столько мужчин, а мелодию, о боже, какой мужчина, поставить Недликова. Он говорит, «Как это Недликова? А я что, на орла не похож? Иногда бывает так поэтично, клювом щёлкаю». Вот, выдаю вам экспромт. Год не просыпаясь, дрыхнет богатырь. Мне б такой могучий мочевой пузырь. Я говорю, «Вы что, дружите с алкоголем?» Он говорит, «Нет, дружить не дружу, но связь поддерживаю». Водку пить не люблю, но ведь люди старались, делали. А вы понимаете, ведь недавно ходили утвердить праздник, День трезвости. Но народ сбунтовался, «А как отмечать будем?» Ну, что же вы, говорит, не пьёте? Дайте выпьем. Выпьем. Выпьете, перестаньте стесняться. Я вам говорю, «Да если я сейчас выпью, стесняться будете вы». А потом посмотрела на него внимательно. Говорю, «А у кого вы одеваетесь?» Он говорит, «Да у кого проснусь, у того и одеваюсь». Шутка. Я говорю, «Шутка? А если серьёзно, как вы себе представляете счастье?» Он задумался. А потом говорит, «Вы знаете, счастье – это талант. Ценить то, что у тебя есть, и не страдать из-за того, чего у тебя нет». Мне ответ так понравился. Я сразу перешла на «ты». Говорю, «Скажи, ты в меня сразу влюбился, с первого взгляда?» Он говорит, «Нет, со второго». С первого ты меня немножко напугала. Но зато с первого светофора. Ой, я разоткровенничалась. Говорю, «Ты знаешь, мне так замуж хочется, а то так краситься надоело». А сегодня, говорю, ночью в одиночестве никак не могла заснуть. Начала считать баранов. Три, четыре, пять. Потом познакомилась с пастухом. И тут такое началось. Говорит, «Слушай, а если мы с тобой будем жить вместе, как ты себе представляешь нашу жизнь через десять лет?» Он говорит, «Ха! Через десять лет я буду еще в самом соку, а ты будешь моя любимая соковыжималка». Вышли с ним из ресторана, и тут у него глаза на лоб полезли. Он говорит, «А-а-а! Смотри, в этом доме ЗАГС находится. Вон табличка висит. Ты представляешь? ЗАГС прямо в этом доме. Но ты представляешь, куда ты заехала? Как все совпало!» Я смотрю на него и думаю, «Ага, совпало». Будто я не знала, куда ехала. Ведь я же всегда мечтала, чтобы, о, Боже, какой мужчина и, ах, какая женщина, встретились, и он бы ей спел радовать. Хочу тебя сегодня радовать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...